Здравствуйте, дорогой друг! Вы снова на канале, посвященному вкусному отдыху. С вами Владимир Конюка и канал Супер Мангал. Сегодня я на своем супер мангале намерен закоптить способом горячего копчения 3 куска свиной грудинки и 3 свиных рульки, общим весом 7,5 килограммов. Предыстория была такова. 10 дней назад я закупил мясо, замочил его в маринаде для подготовки к копчению. Чтобы правильно рассчитать количество соли, уложил мясо в кастрюлю и залил водой, чтобы мясо оказалось полностью покрыто водой. Когда слил воду, я узнал, что мне нужно 5,5 литров воды. Количество соли рассчитал из расчета 35 грамм на 1 килограмм содержимого кастрюли. На 13 килограмм воды и мяса отмерил 455 грамм соли, закипятил 5,5 литров воды, растворил соль, добавил перец горошком, лавровый лист. Охлаженным маринадом залил мясо и отправил на 10 дней в холодильник просаливаться, мариноваться. А сейчас вы вот видите, что у меня получилось. А я буду готовить мясо к копчению. Мне нужно закутать его в марлю и перевязать. Поскольку копчение будет горячим, то перевязывать буду тонкой железной проволокой. Марля нужна для того, чтобы защитить мясо от копоти, так как копоть дают даже дрова фруктовых пород дерева. Супермангал уже подготовлен к работе. Он собран по схеме, уже ставшей классической для копчения. Эта схема описана в курсе по изготовлению и использованию супермангала. Вот так вот. Единственное отличие в том, что вот эту вот щель между камерой сгорания и коптильней я ничем не буду герметизировать. Вот эти вот, насколько это видно, вот эти вот щели я не буду ничем засыпать. Потому как мне нужно чуть больше воздуха в камере сгорания, чтобы копчение было горячим. Чтобы здесь в коптильне температура была где-то около 70 градусов. Ну и начинаю загружать в коптильню. Все эти... Ну, собственно говоря, процесс пошел. Все уже заложено. Все работает. В топку заложены дрова. И я ухожу. Приду через пару часиков. Проконтролирую процесс. Прошло два часа. Я так полагаю, что супермангал набрал свою крейсерскую скорость копчения. И вот я рукой пробую. Но вот удержать заведомо невозможно. Я думаю, что здесь в камере градусов 70. Ну и, пожалуй, посмотрим, что происходит в топке. Вот, что происходит в топке. Утро закрываем. Потому как... Нам не нужен огонь. Нам нужен дым. Ну вот, прохладное ветреное утро. Я не стал показывать, как я туда ближе к полуночи выгреб остатки несгоревших дров. И оставил мясо остывать на месте. И вот я открываю и видим, что марлей укутывать просто необходимо. Вся эта копоть осела бы на мясе. Ну вот, наконец-то пришло время ознакомиться с тем, что у нас получилось. Получилось у нас, я вам скажу, неплохо. Совсем неплохо. Вот такая вот красотища. Запах, я вам скажу, обалденный. Мясо уже остыло. И сейчас будем дегустировать. Такое впечатление создается, что шкурка стала жесткой. Вот смотрите, какая она мягкая. Вот, она очень нежная и мягкая. И вот сейчас мы посмотрим, как это все происходит. Вот. Вот. Ребята, не знаю, как вы, но я уже не выдерживаю. Лайк. Ребята, подписывайтесь на самый вкусный канал Ютуба. Этот канал поможет вам отдыхать вкусно, поможет отдыхать часто, поможет понять, что отдыхать нужно каждый день. Это не тяжело. Это возможно при любой занятости. Живите вкусно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...